Снова здравствуйте. Очень здорово вернуться и увидеть, что вы так активно обсуждаете. Очень приятное ощущение в зале. Я собираюсь немного поговорить о не только профессиональном развитии, но также и развитии профессионалов, потому что в онкологическом медсестринстве вещи очень быстро меняются. У меня нет никаких финансовых вопросов, поэтому не про это. Я собираюсь начать о том, что Европа – это то, откуда мы. Это очень разнообразный континент, с очень разной политикой в каждой стране. И также правила для медсестер в каждой стране очень сильно отличаются. Я немножко поговорю об этом, о том факте, что медсестры, как то, как они работают, это очень-очень отличается и в некоторых областях. У медсестры должен появиться очень сильный голос, ей нужно дать голос. Я знаю, что в некоторых странах, в некоторых категориях вам стоит подумать, что некоторые вопросы, которые происходят в разных странах, и о чем бы вы хотели подумать в этой области здесь, в России. Мы на самом деле прям рядышком говорили с врачами о мультидисциплинарной работе. Я хочу вам представить этот слайд, что медсестры, онкологические медсестры сегодня предоставляют экспертную заботу, координацию, лечение и психологическое вмешательство, которое на самом деле распространяется дальше за просто онкологию, за биомедицину. Это не просто о раке. Мы работаем в мультидисциплинарной команде, и мы повышаем культуру безопасности пациента. И спасибо за примеры от Йохана про экстравазацию или острую аллергическую реакцию. В Соединенном Королевстве онкологические сестры работают как в госпитале, так и в обществе. Они также работают и в секторе домашнем, и они должны отвечать на новое лечение. То есть вы должны понимать, отвечать на новую иммунотерапию, которая становится доступна пациентам. Вы должны быть гибкими. Мы должны иметь возможность обучаться. Как только меняется лечение, мы должны меняться сами. Но я также бы поспорил, и ИОНС бы поспорил, что иногда роль медсестры не всегда оценивается так, как она должна оцениваться. Одна вещь, которую надо обдумать, это оплата зарплаты. Я не знаю, можете ли вы прочитать этот слайд, но мы только что закончили в ИОН наше исследование по четырем странам, по медсестрам, которые квалифицированы. Он очень интересный, этот слайд. Вы можете здесь увидеть, что здесь четыре страны. Эстония, Германия, Нидерланды и Соединенное Королевство. И это месячная зарплата до того, как из нее вычитаются налоги. То есть вы видите, в Эстонии всего лишь чуть больше тысячи евро. Я не знаю, сколько это в рублях. Ну, около 70 тысяч рублей. Один евро равен примерно 70 рублям. В Германии примерно вдвое больше. 2 400 евро. В Нидерландах 2 500. И примерно столько же в Соединенном Королевстве. То есть примерно одинаково в этих странах. Но когда у нас, когда этот человек становится специалистом, получает степень ученую, вы видите, что здесь зарплата меняется. В Эстонии не очень сильно меняется. Поэтому сестры не чувствуют себя мотивацией, чтобы учиться. Но если вы посмотрите на Германию, здесь вы видите 3 500. Но снова в Германии не всегда зарплата зависит от квалификации. Однако в Нидерландах гораздо выше 4 300. А вот в Соединенном Королевстве, в самом верху карьерной лестницы 6 500. Это для людей, которые имеют многолетний опыт. Они очень опытные. Они постоянно работают. Работают независимо, как у них есть. Докторские и кандидатские степени. Вы видите разницу в зарплатах. Что касается онкологических медсестер и как сильно она отличается по всему континенту. И будет интересно узнать, как это относится к России. Возможно, мы это обсудим чуть позже. Какая зарплата для новопоступившей медсестры здесь? В зависимости от района, от опыта. Я боюсь вам это рассказать. Возможно, можно я немножечко больше расскажу. Конечно, я шучу. Я думаю, что около 500 евро. Я права? По крайней мере. Нет? Меньше? Еще меньше. В маленьких городках. Я готова слышать. Около 300 евро в маленьких городках. Но в Москве, в Питере, может быть, около 1000 евро. И иногда даже больше. Я говорю о Санкт-Петербурге. Я об этом знаю. Я говорила с главой нашей клиники. Возможно, именно в нашем центре. Итак, послание таково, что сестринство в России в плане денег гораздо ниже стоит. Я не знаю, что касается карьеры. На самом деле, о чем вам надо подумать в плане развития. Вам надо подумать о развитии роли онкологической медсестры. Это очень важно. Потому что это показывает целый ряд вещей. Например, в Лондоне медсестры путешествуют, чтобы получить больше денег. Но у нас есть недостаток медсестер. То есть у нас есть зарплаты. А еще они получают дополнительные деньги за то, что они работают в Лондоне. Около 800 евро. Поэтому они ездят по всему миру. Потому что они в дефиците. Я не уверена, что у нас уже есть какие-то русские медсестры. Но я, честно говоря, не удивлюсь, если они поедут к нам, чтобы получать больше. То есть это тот вопрос, о котором надо подумать в будущем и в плане будущего развития профессии. А вот еще в других странах. Вот, например, вам пример. Здесь показаны медсестры, которые бастуют в Португалии. Я не знаю, бастуют ли у вас сестры здесь, в России. Ирина Валерьевна, бывают у нас за бастовки сестер? Я не видела, не слышала, не об этом. Мы никогда таких не видели или не слышали об этом. Это не в нашей культуре так вот бастовать. На самом деле это не часть культуры Соединенного Королевства. Но вот так получается в Португалии. Зарплаты медсестер, они немножко были урезаны из экономического проблем. И вот эти вот забастовки, они регулярные. Они оставляют команду на всякий случай, а остальные выходят и бастуют на улицах. Иногда не получают, что они хотят, иногда нет. Но это часть их культуры. Просто выйти на забастовку. Это интересно. По всей Европе очень интересный путь, как медсестры отвечают. Можно я кое-что добавлю? Я живу в Бельгии, и у нас хорошая репутация по бастовкам. То есть мы постоянно бастуем. И что касается медсестер, мы не бастуем, потому что у нас это сложно. Самое главное для нас, потому что мы чувствуем ответственность за пациентов. Что же произойдет с нашими пациентами, если мы пойдем бастовать? Кто за них отвечает? Кого мы их оставим? Это тот механизм, который стоит за всем этим. Но я думаю, что это важно очень взять политические действия, чтобы показать, что медсестры имеют очень сильный голос. Потому что мы самые большие медицинские работники. Это тот пункт, о котором мы должны подумать, как нам этого достичь. В Соединенном Королевстве мы не выходим за бастовку. Но мы входим на демонстрации. Вот это наш президент. Вот видите? Силия. Она была президентом Королевского колледжа медсестер. А вот она на улице. Потому что они урезали ее зарплату. И они не вышли на забоставку, но они вышли на демонстрацию. Они показывались на телевидении. Это было на радио, в газетах. Они делали политические заявления, чтобы было понятно, что у них есть голос. Это, возможно, не в их культуре. Возможно, это не совсем нормально для вашей культуры демонстрировать, выходить на демонстрации. Вот в Соединенном Королевстве это не самая редкая вещь. То есть в Лондоне они собрались, пригласили политиков и заставили обратить на них внимание, заставили обратить внимание на эту профессию. Я не собираюсь об этом очень много говорить. Но вот этот проект, которым занимается в ИОНС, мы смотрим на исследования, которые проводили онкологические сестры. Это, на самом деле, очень хорошее качество исследований. И мы видим, что по всему миру это вот те страны, которые проводят исследования, и клинические исследования, и проводят их онкологические сестры. Вы видите в Соединенных Штатах, в Канаде, в Европе, в Азии и в Австралии. Это те страны, где медсестры активны как исследователи. Если вы посмотрите более детально, вы видите, что в Европе те страны, где больше всего исследований медсестер. И вы видите Соединенное Королевство внизу. Это происходит, но не происходит везде. Не знаю, происходит ли так здесь, в России. На самом деле, наши медсестры участвуют, но в международных исследованиях, поддерживаемых фармацевтическими компаниями. Они не инициируют собственные исследования, к сожалению. Опять же, то, о чем вы можете подумать. Потому что, если мы посмотрим на то, что делают медсестры, это те вещи, на которые мы можем посмотреть, и на которых они заинтересованы. Профилактика риска, скрининг, ранний диагноз. Но самый большой фокус на... Здесь вот, лечение. Это относится к тому, что говорил Йоханнес. То есть, экстравазация, тошната, контроль боли. Это очень практичные проблемы, с которыми сталкиваются наши пациенты, пока они проходят через свой опыт онкологического лечения. Я вот здесь вот быстренько пробегусь. Я сказал, что во всем мире нехватка медсестер. И это все происходит из-за того, что страны тренируют, обучают разное количество медсестер. И вы видите, что в Европе страны, которые больше всего выпускают медсестер, это Норвегия. А Норвегия – это очень богатая страна. Они больше всего выпускают медсестер. А Швейцария почти сразу идет за ними. А затем Ирландия, Люксембург. Соединенное Королевство – моя страна вот-вот здесь вот. Мы не выпускаем так много сестер, как Норвегия или Швейцария. Это то, как мы удовлетворяем нужды, если мы не выпускаем достаточно сестер. Мы должны быть политическими. Это мое послание. Нам нужно пробраться в парламент. Это ИОНС. Это проект. Вот видите, вот этот вот дядечка в середине. Он говорит в парламенте, в Европейском парламенте, в Бельгии, рассказывая об этом проекте, о необходимости роли сестры. Я думаю, что это очень важное послание, что касается того, чтобы сестрам стать политически активными, чтобы работать и бороться с нашими проблемами. Вот это вот то, что касается конкретно Соединенного Королевства. У нас проблема с Брекситом. И, конечно, это коснулось медсестер. Я знаю, что у вас имеется журнал «Ланцет». Существуют национальные планы в Великобритании. Но все требует объединения усилий, так называемое создание рабочей группы. И эта программа, политически основная программа, она очень амбициозная. Необходимо улучшить лечение рака. Все это произойдет в течение... Программа нацелена на десятилетние достижения, но мы надеемся, что мы сможем ускорить внедрение этой программы в течение пяти лет. Мы очень амбициозны, и цели наши амбициозны. В Великобритании также существует определенная политика на уровне правительства. Мы собираемся снизить частотность заболеваемости раком. Для того, чтобы это сделать, нам нужна рабочая группа. Нам нужна образованная рабочая группа. И та рабочая группа, которой будет хорошо платить для того, чтобы осуществить наши планы. Если у нас не будет достаточное количество медсестер, обученных, мотивированных, гибких, творческих в своей работе, с более широкой сферой ответственности, эти амбициозные планы, к сожалению, не осуществляются. Нам необходимо в европейском контексте поддерживать сестер, в частности, онкологических сестер, потому что это наше будущее. Нам необходимо достучаться до политиков на различном уровне, не только на уровне Евросоюза, но и в каждой конкретной стране. Я думаю, что основная идея понятна, и Йонс также так говорил о том, что нужно сделать так, чтобы голос медсестер был услышан на различных уровнях. Спасибо большое. Продолжение следует...